Добрый день! Прошла неделя, как всегда, мы приветствуем вас здесь, в Петербурге, на Маховой улице, в учебном театре знаменитой театральной академии. Сегодня у меня в гостях человек, про которого всегда говорили, что он выламывается из строя, идет не в ногу, не вписывается в каноны. Это не нравилось, и это ему никогда не прощали ни советские власти, ни изысканная западная богема. Но он всегда был честен по отношению к своему искусству. Он очень много работал, и сегодня его имя вписано в историю мировой культуры. Встречайте у нас в гостях знаменитый художник, скульптор, график, почетный доктор пяти университетов Михаил Шемякин. АПЛОДИСМЕНТЫ Поскольку в моем вступительном слове так много было сказано об отрицании вами многих канонов, может, это все неправда? Если человек идет не в ногу с ротой, может, рота не туда идет? Рота не туда идет, или человек просто глаза закрыл и бредет не в ту сторону. Но, во всяком случае, всегда я, в общем, где-то не шагал в ногу, действительно, потому что так получалось. Я хотел как лучше. Хотел рисовать лучше других. Получалось, что я рисую что-то не то. Хотел лепить опять не то. И в результате получилось так, что даже сегодня я где-то весьма не ко двору. Вот интересно, как рисунок совместился с протестом? Можно же было рисовать любимого котенка, знаете, осеннюю рощу. В общем, какие-то еще безобидные вещи. Как? А вы знаете, я же ничего особенного не рисовал такого криминального. Я просто занимался вот в то время, когда меня серьезно начали уже, как говорится, брать за шиворот органы госбезопасности. Брали за иллюстрации к Гоффману, к Диккенсу. Вот, я иллюстрировал Достоевского. Но почему-то именно вот мой взгляд на линию, может быть, на тональность, в которой я разрешал свои графические вот эти проблемы, они раздражали, они какие-то были, ну, не свои, как бы сказать. А когда вы сами-то поняли, что вам нравится рисовать, что у вас получается... Очень быстро. Очень быстро. Когда я пришел впервые на уроки, на занятия, и мне сказали, что здесь есть библиотека, которой мы имеем право пользоваться, и я увидел книги по старым мастерам. В то время было запрещено совать нос в книги по современному искусству. Книги помечались особыми такими значками. Как сейчас помню, Кружок, Трехугольник и Квадрат. Кружок – это особо опасные книги выдавать только членам коммунистической партии. Квадратик – это только профессорам со стажем не менее 50 лет. И еще какой-то значок – это уже более ослабленная, так сказать, идеологическая бомба. А мы были просто запрещены подходить, даже близко нам запрещали подходить к этим книгам и совать нос туда. То есть вы были вынуждены учиться на мастерах. Мы учились на старых мастерах, что очень неплохо. Да. Хотя, конечно, учитывая то, что библиотека закрывалась в 2 часа ночи, мы умудрились знакомиться с симпатичными библиотекаршами. И после ухода начальства… Все книжки с ромбиками и треугольничками вам доставались. И нам доставались. Конечно, мы понимали, что что-то творится интересное на Западе. Хотя я считаю, что та школа, которую я получил, она замечательная, и я благодарен вообще своим учителям. У нас есть воспоминания одного вашего близкого друга, который был свидетелем тех еще не очень буйных, но уже не очень безмятежных лет вашей юности. Давайте посмотрим на экран. 14 лет мы встретились с Мишей. Как я шучу, значит, вот он из Германии туманный привез действительно учености плоды. Или, по крайней мере, такие замечательные и интересные сквистоведческие факты, которые нам тогда, с их решателем, были недоступны. Потому что у меня, например, прочно с Мишей связано знакомство с творчеством Босха, Брейгеля, Ван Гога, импрессионистов. В общем, для нас это тогда было открытие. А Миша уже тогда был склонен к этому. Честно скажу, я попал под его влияние. Я тоже стал пытаться в своих учебных работах подражать или Миле, или тому же Ван Гогу. Преподаватели сначала смотрели и смотрели, ничего не могли понять, что происходит. Но, в общем, нас вместе с Мишей, в конце концов, и исключили из школы за профнепригодность. Это поразительно, слово профнепригодность, применимое к вам, это очень интересно. Просто дело в том, что мой отец военный, когда мы вернулись из Германии, где я вырос. Часто говорят, Германия, и такое ощущение представляет, наверное, современную Германию. Ведь это была Германия разбитая. Да. Разоренная, Кёнигсберг, он там был уже Калининградом или нет, я уже не помню, был, наверное, только назван. То есть это был совсем другой мир, не было такого благополучия какого-то запно, как там кажется. Но Кёнигсберг был вообще разрушен, потому что я как бы в детстве после Победы жил там в 46-47 году. Это было очень интересно. Там действительно и центры всего не было, да? В основном город был в развалинах. Мы жили как бы в пригороде, в бывших немецких домах, видно, для зажиточных немцев. Поэтому у нас был свой сад, у нас был замечательный дом. Это вы там? Нет, это Москва. Это я с мамой. Мама у вас красивая. Мама у меня училась здесь когда-то, как вы знаете. Снималась в кино вместе с тем же Черкасовым когда-то, с Бабочкиным. Но после войны, где она воевала у отца, в дивизии была в кавалерии два с половиной года. Прослужила в кавалерии. А уже после войны, конечно, отец всячески старался ее изолировать от театра. Потому что был очень ревнивый, как все кавказцы. Поэтому мама долгие годы не работала ни в кино, ни в театре, а просто врастила вот этого абормота. Что, абормота, симпатичный такой мальчик? Это я. А были в ней, кстати, Михаил Петрович? Очень непослушный ребенок был. А вот вы были очень непослушным. Вы всегда были непослушным. Да, ну, наверное, да. Вы никогда не были семейным таким поймальщиком. Ну, в общем, часто, так сказать, вообще отцу говорили, что мы вам будем приносить еду в номер, когда где-то отдыхали на офицерских каких-то, в офицерских домах. Но только не приходите с вашим маленьким сыном к нам в ресторан. Потому что я умудрялся запустить горчичницей в генерала, сорвать скатерть со всеми настоящими предметами. То есть как-то вел себя очень буйно. Вот интересно, когда все-таки началась уже юность и такая жизнь более осмысленная ваша, когда начались такие уже художественные сходки какие-то ваши? Мама, как-то сгад... Когда началась богема. Так, это выбросить здесь слово. А вы, кстати, пользуетесь этим словом? Да, конечно. А вам казалось, богема – это вот что? Это какие-то особые люди или это особый стиль поведения? Нет, богема, но художественная богема. Это художники, это споры до утра о любимых композиторах, о любимых поэтах, о любимых художниках. Выстраивание каких-то башен совершенно сказочных, слоновые кости. Ну и... А славы хотелось? Славы искали? Знаете, мы как-то не думали в то время ни о какой славе, потому что мы прекрасно понимали, что есть союз художников. Никогда в жизни нам не дадут ни выставляться. Если мы уже занимаемся темой... Вы были готовы к тому, что вам никогда... Вот вы готовы были всю жизнь вот так прожить? Ну, я и жил так нормально. Я считал, что самое главное – внутренняя свобода. Я ведь мог быть... Я довольно неплохой график. Уже и в то время прилично рисовал. Поэтому я мог, допустим, поступить или попытаться поступить в союз художников, в секцию молодых графиков, там были молодёжные секции, ну, иллюстрировать какие-то книги там советских авторов. Но я принципиально не хотел быть зависимым от кого-то. Я предпочитал выйти просто... Выйдя на дорогу искусства, вышел на дорогу в прямом смысле с лопатой, с ломом, с метлой. И пять лет я проработал в Эрмитаже, я грузил, в общем, мусор, работал на городской помойке. Но почему именно в Эрмитаже? Потому что в Эрмитаже я получал право на копирование. Бесплатно. Я копировал голландцев, Пуссена, Делакруа. Я пытался понять, как они писали картину, изучал технологию. Но это в перерывах между погрузкой, разгрузкой. И колка льда во дворе, да, очевидно? Ну, вокруг Эрмитажа. Как выглядела история со знаменитой скандальной выставкой в Эрмитаже? Потому что легенд несколько. Либо вам разрешили сделать, либо вы самовольно ночью повесили. Как было дело на самом деле? Нет, нет, нет. Не то, что разрешили. Просили. Просили устроить эту выставку. Дело в том, что во времена правления коммунистов была такая дурацкая традиция. День рождения дедушки Ленина. Весь детский сад, и все детские сады поют какие-то песни, значит, вообще что-то сочиняют о дедушке Ленина. Если какой-то праздник города, обязательно все, кто имеет хоть какие-то зачатки таланта, обязательно должны бы их в подарок городу или учреждению своему продемонстрировать. Кто-то пел, кто-то читал стихи. Ну, в общем, идиотский детский сад громадный, понимаете? И в Эрмитаже узнавший о том, что все токелажники в основном люди искусства, потому что со мной вместе работал Володя Овчинников, вот ныне уже такой мэр, барин, так сказать, вообще респектабельный. Костя Кузьминский, бунтарь работал там, Сережа Вольф, много-много народу работал, Володя Уфлин, который замечательный, грандиозный поэт, с которым мы там и подружились. И мы все работали там для того, чтобы, во-первых, спасаться от милиции, чтобы был штамп в паспорте, потому что в то время был закон о тунеядстве. Для чего надо было, кстати, в Союз вступить, можно было не работать официально. Да, да, но, тем не менее, Союзом мы брезговали, вы понимаете, мы брезговали. И поэтому, когда узнали, что, боже мой, здесь работает Олег Лягачев, ныне тоже известный художник и писатель, нам просто сказали, ребята, навстречу 200-летию Эрмитажа обязательно нужно сделать выставку. Так что это, выставка художественной самодеятельности, как это? Да, выставка работников, хоть счастье, так и называлась. Вот, дескать, наши токелажники рисуют, да? Да, совершенно верно. Какие у нас талантливые токелажники. Сколько дней провисела выставка? Выставка провисела два дня всего. Потому что весь Эрмитаж был как черными жуками окружен вот этими машинами, черными Волгами. Допросы велись всех сотрудников Эрмитажа. Нас, несчастных, от лопаты и от лома постоянно отрывали и требовали зайти в какой-то кабинет, где сидели вот эти искусствоведы в штатском, который все время говорил, кто вас надоумил на эту выставку, почему вы решили. Ну, а я особенно был номер один там, потому что больше всего работ, и самый профессиональный художник, и уже в то время бывший на слуху. Поэтому со мной особенно разговаривали серьезно и глупые такие вопросы. У меня был такой холст, назывался «Судья». Голова в виде яйца без лица и на красном фоне. Они говорят, но это же вы делаете карикатуру на наш Советский суд. Я говорю, почему нет? Я вот даже им показал, откуда я шел. Вот это шлемер, который всегда изображал людей без лица. Вот судьи, которые во Франции сидят в красных креслах. Но, тем не менее, во всех моих работах нашли где-то подрыв основ советского бытия. Работы были арестованы, увезены в неизвестном направлении. И вы их не отдали потом? Часть не отдали, часть отдали, но это было давно уже потом. Потом нас всех выгнали, естественно, из Эрмитажа под разными соусами. Но мы уже не могли работать. А несчастного Артамонова, директора Эрмитажа, его сняли на третий день. И на его место был назначен Борис Петровский. Борис Борисович, да. Отец нынешнего директора Эрмитажа. Я так понял, что это по наследству передается. Вот. Если я правильно понимаю, то и по сей день во всех списках выставок, в которых вы принимаете участие, и в ваших профессиональных, Эрмитаж назначится? Да, конечно, конечно. Потому что это была очень важная выставка для нас всех. Но историческое событие. Все-таки из-за нас взяли и выгнали директора. А то, что нас выгнали, это уже никто, так сказать, не вспоминал. Но меня поражало отношение сотрудников Эрмитажа. Нормальные люди остались людьми. А некоторые люди, я такого даже не представлял, что во взрослой жизни мы такое присутствовали. То есть люди отскакивали от нас. Как от чумных, да? Как от шпаренной, как от чумы. То есть те люди, с которыми мы просто здоровались, за руку вообще всё, они просто демонстративно, значит, отворачивались, отдёргивали свою руку. И я думал, что это шутка сначала. А оказывается, это просто такое сознание было у людей вообще. Мы уже были изгоями. Так что... А сейчас вы простили их, вы их поняли. Вот сейчас как вы на них смотрите, на этих людей, которые отскакивали? Ну, знаете, я уже смирился с этой формулировкой. Время было такое. Это любимое, так сказать, оправдание российского человека. Ну, почему стучал? Ну, время было такое. Почему сажал? Ну, время было такое. Почему расстрелил? Ну, время было такое. Да, я хочу понять всё-таки. Здесь выгнали, там что-то выгнали, тут высказали. Вы вообще в результате... У вас есть, кстати, один диплом профессиональный? Ну, диплома нету, так же, как у Бродского. У меня 8 классов школы. Я помню, когда я получил свой первый докторат в одном из старейших университетов Америки, как профессор искусствоведения, именно за заслуги не в области живописи или графики, а за мои исследования. Там был сочинён специальный хорал для меня. И приехала моя мама. Мантею дали. Мама приехала в Сан-Франциско, где в университете я должен был получить докторат. Мама сидела в первом ряду. И мама, которая всегда меня называла неучем, там вообще болваном, и вообще страшно переживала, что её сын не получил высшего образования. То есть в то время советское, это считалось просто позором. Как это так? Интеллигентная семья, она защитила дипломы, отец две академии, кончил военную и фрунзе, а сын болван. Ну, и я получил вот эту мантию, шапочку, поздравления. И я первый, что сказал, я говорю, самый счастливый человек в этом зале, когда я должен рассказать речь, я говорю, моя мама. Скажите, вот вы в такое тяжёлое время создаёте группу. Группу, да ещё в Ленинграде называете её... Как всё-таки она была? Петербург или Санкт-Петербург? Группа 2 имела название. Группа метафизического синтетизма и группа Петербург. Петербург. А зачем группа? Вам хотелось, что вы как передвижников, я себя как могучей кучки. Вот что это было? Что это за радость какого-то тайного заговора? Я не знаю. Просто было желание тех людей, которые имеют общую идею, собраться вместе, обсуждать свои работы. То есть это в основном ориентировка была на ту же группу импрессионистов. Вот всё-таки, да? Да. В то время вышли две замечательных книги Джона Ревелда. Импрессионизм и постимпрессионизм. Конечно, все мы болели и бредили, и жили Сезанном, Ван Гогом, Тулу Златреком. И, конечно, все мы мечтали в противовес союзу художников где-то сплотиться и создать хотя бы свою маленькую, небольшую группу, в которой все мы единомышленники, все мы служители определенной свободной идеи. Но смотрите, время было такое лихое, что, насколько я понимаю, кисти-то хорошие было невозможно купить. И вообще было сложно. А на что вы жили-то, собственно? Ну, жили на то, что мы зарабатывали на работе. То есть вы всё-таки что-то продавали или что-то на заказ сделали? Нет, я продавал очень немного. Это уже перед самым отъездом. Я продал всего там несколько работ. А если секрет, вот что за цены были в то время? Ну, цены... Ну, если вот, допустим... Ну, 610 рублей стоят, ну, интересно просто. Я получал, моя зарплата, месячная была 28 рублей 50 копеек. Это в Эрмитаже? В Эрмитаже. Да. Вот. Ну, выжить, наверное, трудно было, конечно. Да. Ну, а работы мы продавали иногда за 2, за 10 рублей, 15 рублей. Всё. Ну, это считалось... Вот для меня, например, считались большие деньги. Вы спустя годы где-нибудь видели эти свои работы в коллекции? Да, видел на аукционах. И почём? Ну, совсем другие. Иногда там 30 тысяч долларов, 40. Ну, самое смешное, это, конечно, только русский человек вообще в состоянии вот так ловко мыслить. Я открываю один из каталогов и вижу свою ученическую работу. Ну, как бы курсовую, потому что мы писали там, допустим, натюрморт по 3 месяца. На ватмане, добротный, такой натюрморт великолепно. Классический, так и даже. Великолепно замусоленный и прочее. Ну, я всегда как-то делал работы на том уровне, который всегда уходил в запасники золотые. Там ставилась печать, и они прятались навсегда в шкаф, время от времени они появлялись. Вот кому-то пришло в голову, что да, ведь Шемякин тогда тоже неплохо рисовал, проникнуть в этот шкаф, спереть эти работы и выставить их на западном аукционе. Это, конечно, грандиозно. Вот. И я был так счастлив, ну, как бы польщён, потому что я помню, работа стоила чуть ли... Эта акварель была продана в то время большие деньги, где-то за 20 или 30 тысяч долларов. Ничего себе. Я думал, боже ты мой, неужели вот я бы стоял у этого натюрморта под окрики моих учителей, которые кричали, и цвет не так, и вето не так, и прочее. А я бы им повернулся и сказал, да-да, а эта работа будет продана за 30 тысяч долларов. Так что осторожно вообще к ней. Когда вы с Овчинниковым пошли поступать в Духовную академию, ну, как бы многие знают, что это ничем не закончилось, вы что, действительно собирались жизнь этому посвятить? Или это был какой-то момент пережить несколько лет? Вы знаете, у меня ещё хуже было. У Овчинникова не знаю как. Овчинников и служил в соборе, и за дьякона сходил часто, помогал. Вот. А у меня было хуже. Я был послушником в Псково-Печорском монастыре. Долго? Одно время. Ну, где-то, наверное, около полутора лет я там находился. А вообще был связан с монастырём до самого отъезда. То есть я был долгие-долгие годы. Я и был келейником. Уйти из мира? Вы на полном серьёзе? Ну, знаете, романтика такая была. Мне казалось, что я вот там обрету покой. И это, конечно, сама атмосфера в то время монастыря. Сегодня я был недавно. Там, конечно, дух вот тот, который был, намоленный, удивительный, странный, сказочный, он где-то наполовину уже исчез. Даже вот я говорил с молодыми монахами, они говорят, много думают о деньгах здесь у нас. И когда я иду с монахом, он вынимает каждые две минуты мобильник, так сказать, вообще откидывает длиннющие падлы свои и начинает говорить о каких-то делах. Конечно, это очень странно вообще. Все монахи с мобильниками, за исключением старцев, может быть, там, которые сидят. Поэтому это был очень интересный эксперимент. Я действительно думал, что я посвящу свою жизнь именно созерцанию, работе и монастырской тишине. Но когда столкнулся немножко с монастырской жизнью, я понял, что, во-первых, большой тишины я не обрёл. А во-вторых, конечно, там был отец-наместник уникальный человек. Я был у него келейником. Ну и кончилось тем, что я вышел из монастыря уже, когда я уже довольно сильно служил господину Бахусу. То есть до монастыря я не пил, а из монастыря я уже вышел, так сказать, почти законченным алкоголиком. Так что... Потом долгие-долгие годы, конечно, я с этим боролся, и ни для кого не секрет. Нет, ну подождите, вы как-то теперь стали образцовым просто господином. Сейчас? Вы, значит, не пьёте, вы бросили курить. Что случилось, Михаил Михайлович? Вы знаете... Может, вы бегаете по утрам по своему парку? Скажу, что случилось. Я давно уже не пью, наверное, лет 17-18. У нас просто-напросто одна же из большого-большого похмелья, по-русски сейчас говорят, по-моему, из бодуна. Я подошёл к своим столам вот этим громадных, а стол моих исследований 80 метров в длину. И вдруг я понял, что я ничего не соображаю, чем я должен заниматься. Я понял, что я просто-напросто, мне нужно три дня приходить в себя, для того, чтобы вот в этой сложнейшей системе, схем вообще, чертежей разобраться и почувствовать себя нормальным человеком, что я понимаю, вот это сюда, это туда, это выбросить. И я тебе сказал, что нет, всё, больше этой дури не будет без всяких... Но это же тоже был стиль жизни, да? Вот вы всё говорите, мы собирались и говорили об искусстве. Да не только об искусстве, это было другое время, когда и выпить, и, не знаю, девушки какие-нибудь феери, мистерии. Правильно это был стиль? Ну, конечно, да. Я думаю, что это тоже была где-то часть моей судьбы. Это встреча с цыганами, встреча с Высоцким. Вот. Обычно всегда думают, что ну вот Шемякин-Высоцкий два, так сказать, выпивохи. В Париже вообще, что они вытворяли? Но это совсем не так. Вот. Потому что один раз у нас действительно был срыв, а нормально мы так любили друг друга и так ценили творчество. Он моё, я его как поэта, как писателя, как уникального барда. Мы, когда нам было плохо, мы друг друга просто как бы, ну, сохраняли от неприятных каких-то вещей. То есть если я был в запое, меня пас, если в этот момент Володя был во Франции, меня пас Высоцкий. Если он попадал в запой, Марина вызывал, и 10 дней я с ним возился, значит, вообще охраняя его, потому что, ну, знаете, как пьяного человека, особенно такие буйные натуры, как наши, тянет в какие-то злачные места, где опасно для жизни пребывать. Вот. А один раз просто-напросто Марина погорячилась, выгнала нас обоих, хотя вызвала меня его пасти. И я очутился на руках с совершенно больным человеком, и он меня уговорил принять стопочку где-то у Жак-Татляна. Но в то время, когда я был запойный, стопочка – это все равно, что капелька крови для акулы. Уже остановить нас было невозможно. И вот результатом явилась эта песня «Французские бесы». Вот. Но там как раз есть такая фраза, что «трезвели и пьянели мы всегда поочередно». Но, смотрите, я в своем ступидном слове вот сказала, и я, наверное, это правда, сначала вы… вам мешали жить. Давайте я буду так просто выражаться. То есть Союз художников. Да, здесь какие-то проблемы были, у вас были с ними баталии, идеологические и так далее. Да не только Союз художников. Потом вы уже идете туда. Мешали соседи по квартире. Хорошо, соседи по квартире, ну и коллеги, все. Ладно, не будем делать Союз художников единственного монстра. Давайте, не будем. Это справедливо. Но потом вы уехали туда, и там, в принципе, началось все то же самое. Понимаете? Без соседей в коммуналке. Тоже какие-то загоры, какие-то галерейщики, что-то от вас требуют этого, от не этого, вы здесь неугодны. В чем это отличается? Во-первых, не забывайте, что я жил в то время, особенно с моим, как бы, вот, потенциалом, или не знаю чем, с моей неугодностью, так сказать, моего бытия в советской власти. я все время чувствовал, что я незаконно нахожусь на свободе. Здесь? Нет, там вот, в Советском Союзе. Вот, чувствую. Все это за счет того. Ну, вот Кавка написал об этом процесс. То есть, вы понимаете, вы идете по улице, но вы понимаете, что вы, что ваше место в тюрьме. И вот это я четко чувствовал. Понимаете? Это очень сложное чувство. То есть, я понимал, что я абсолютный изгой. Вот, все, что я не делаю, как бы я ни ходил, как бы ни... Все мое бытие, оно является, так сказать, незаконным. И вот, когда я помню, я стою с маленькой авоськой такой, пластиковой, куда положены несколько репродукций, дощечка для резки мяса и ножички, которые мне подарил Яков Семенович Друзкин, такой философ был замечательный, который был мой наставник. Вот, и у него на кухне я увидел такую полусточенную дощечку и удивительно сточенные старые ножи. Я попросил у него в подарок. Он говорит, ну, зачем вам такое старье? Оно еле держится. Я говорю, нет, для натюрмортов. И на память я это увез с собой. Вот, и там были сушеные фрукты еще с моего натюрморта, потому что чемодан было мне запрещено иметь даже маленький. И вот я стою, и вдруг меня окружают сотрудники госбезопасности и начинают то, что называется большой шмон делать. То есть, берут мой картуз, а картуз мне на память из фильма «Прощание с Петербургом» подарил Игорь Дмитриев. Игорь Дмитриев замечательный арксер, народный артист. Он меня спасал просто буквально от голода. Часто это был уникальный человек, мы с ним дружили, и он взял и притащил мне из Ленфильма фуражку из какого-то кинофильма «Прощание с Петербургом». Вы с тех пор носите картуз и фуражку? Нет, я всегда носил, потому что он знал, что всегда я ношу картуз, мы же загораживаем глаза слабые от солнца. Если вы видите автопортреты старых художников, начиная с 16-17 века, они сооружали себе козырьки из бумаги и прочее, потому что мы же сохраняем глаза, защищаем. Вы знаете, у кого глаза выпуклые у собак, допустим, есть такая порода китайцы вот этих ходят, лохматые, пекинуа. У меня был такой, он очень быстро ослеп, потому что у них выпуклые глаза и попадает много свет. Вот, поэтому мы художники, которые работаем напряженно с глазами, всегда загораживаем. И поэтому журналисты, которые приезжают ко мне, обычно я открываю дверь и стою на пороге, вот так вот, я сегодня перед вами. Они говорят, как вы и дома так ходите? А они что думают, что вы в каком-то шелковом холлоне? А что я специально приезжаю в Россию, я, значит, одеваю вот эту спецназовскую жилетку, которую очень удобно носить, которую мне в свое время подарил министр юстиции Чайка. Когда мы работали с детскими колониями, наш фонд занимался помощью молодежным преступникам, и вдруг однажды, когда мы двигали какие-то законы вправо-лево, чтобы ребятам было легче жить, вдруг генерал в присутствии пяти других генералов заставил меня обрядиться в полную униформу десантника, супер какого-то спецназа, причем они как дети, они так были рады, когда меня увидели в этом, объясняли, что вот нож нужно закладывать сюда, здесь показывают, я говорю, обождите, вы куда меня собираетесь, в Чечню послать? Я не поеду туда, я уже ездил в Афганистан, я говорю, все, сами разбирайтесь, вот, и естественно, маска десантника там еще, в общем, это величиной вот этот стол был какой-то багаж нагружен для супердесантников, и я уже потом дяде сказал, я говорю, они соображают, ну и хорошо, сейчас разгар каких-то терактов в Америке, контроль идет полно, и вот я, так сказать, появляюсь на границе, в общем, ладно, я обредил своего дядю в это, но на память себе оставил желеточку. Нельзя ли поснить тем, кто вот, может быть, не знает вашу афганскую историю, вы ездили в Афганистан помогать, как-то вытаскивать из плена советских солдат, это было ведь до того, как вернулись в Советский Союз? Да, да. Это было до, то есть вы были пограничным человеком, вы думали, что вы никогда не вернете в Советский Союз, то есть об этом не было еще и речи. Почему вы в Руссале заниматься советскими солдатами? Вы знаете, потому что фактически я был тот человек, который организовал и обратил внимание на 300 с лишним забытых военнопленных на Женевском совещании между странами, Советский Союз и прочее, выяснялись проблемы в Афганистане. И я с ужасом вдруг увидел, что опять были преданы правительством вот эти ребята. А потом я увидел фотографии ребят, которые сидят в ямах, допустим, там покрытые прыщами, там этими язвами, потому что были командиры, которые нормально относились, а были командиры, которые относились очень плохо к советским пленным. Ну и казнили многих прочее. Поэтому они считались пропавшими без вести. И вот здесь я уже, как говорится, вскипел и организовал комитет из американцев, из больших имен, потому что у меня очень много знакомых, имеющих вес в американском обществе, в западном мире. И они, естественно, просто дали свои имена. Я сделал пресс-конференцию, и мы основали вот этот комитет по спасению для того, чтобы привлечь. Я никогда не думал, что я поеду в Афганистан, буду там переходить перевалы. А многих удалось спасти? Ну, во всяком случае, мы сделали большое дело очень, потому что спасли мы несколько человек, но привлечение внимания к этому это дало повод, так сказать, вообще сделать очень много реформ с самими пленными. Если можно, покажите нам фрагмент мультипликационного фильма. Я думаю, к сожалению, мало кто видел целиком этот фильм. КОНЕЦ Как так случилось, что всегда говорят Шемякин, ну, я не буду говорить равно Гоффман, да, но Шемякин, Гоффман, это имена, стоящие рядом много-много лет. Вас устраивает это соседство? Ну, наверное, потому что я все-таки вырастал в Германии, и, конечно, мама мне читала немецких романтиков, и Гоффман, он, в общем-то, где-то настолько близок мне в своем... А что в нем есть? Вот что в нем есть, что у вас... Ироническое восприятие мира и чувство постоянного волшебства в самых обыденных предметах. Вы верите в волшебство в самых обыденных предметах? Или вы надеетесь? По крайней мере, вот следующая моя выставка в Русском музее будет как раз это волшебство самых неприметных предметов. Это выставка, которая будет называться «Тротуары Парижа». Так. Интересно. Вот мы по ночам с моей супругой американского разлива, госпожой Декей... Которая присутствует в зале, в зале, которая должна присутствовать. Да, которая должна присутствовать. Рады, зарублеты. Которые со мной бродят по ночному Парижу. И я снимаю постоянно то, что называется мусором. Это растоптанные салфетки. Это фотографии? Фотографии, да. Я снимаю. Ага. Подтеки собачьей мочи, потому что вот собаки удивительные художники, умеют так напорить, что я смотрю, вот уже и Маяковский побежал на длинных ногах, вот еще что-то. Я это все фотографирую. Фотографирую листья, которые засохли на деревьях. Фотографирую листья, которые вот в Париже в определенный период растаптываются парижанами и разрываются в очень интересных позициях. И этим я занимаюсь уже свыше 10 лет. И в результате родилась серия громадная. Такое, как бы, фотографика, которой, в принципе, мало кто занимается. Я думаю, иногда, да, многие художники что-то прорисовывали. Но у меня это целое мое вот направление, открытие. В следующем году мы готовим вот с русским музеем большую выставку одновременно с перформансами. Вот, 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 поподробнее при перформансе что-нибудь. Мы со Славой Полуниным очень, как говорится, дружны, вместе работаем. И Полунин всегда прилетает на мои перформансы и помогает, участвует в них в Венеции. Потому что вот несколько лет тому назад... Митая каравала ваша, да? Да, да, да. Несколько лет тому назад первая леди сегодня, это Светлана Медведева, она пригласила меня как бы подтянуть уровень русских выступлений на карнавалах в Венеции. Я был приглашен для того, чтобы сделать что-то необычное, чтобы Россия опять, так сказать, выбралась из вот этих матрешка-икристых представлений. И я сделал великое посольство Петра Первого. Я пригласил карликов, пригласил лилипутов, пригласил громадных ребят из Института Лезговта, которых мы переодели в женщин. Потому что женщины на расхват там было несколько... Это ребята из Института Лезговта? Да. Давайте послушаем мнение одного из участников этого действия. Я помню это путешествие, романтическое путешествие в Венецию. У нас там было карнавальное действие, огромный череп на колесах, арба с черепом двигалась, такое метафизическое действие. Пульченева, Антон Артининский сидел на этом черепе. Потом было сделано очень много масок, которые были... Они были видны среди всей площади, потому что они были на конструкциях, на плечные конструкции, над головой. И здесь у нас была окошечка. И это такая была группа из 25-30 где-то, наверное, этих оживших масок. Вот. И при всей горизонтальной плоскости, когда люди видят на расстоянии трех метров друг друга, вот эта композиция, она выделяла среди всех уникальное решение было. Следующая ступень уже была, когда воплощение гафманиады. Петербургский карнавальный сезон Михаила Фемякина в Венеции. Это произвело фурор. Это, наверное, это был взрыв, как написали газеты. Фемякин взорвал Венецию. Это еще недоступно ни одному смертному понять, как устроена ваша голова. понимаете, вот как рождаются эти мысли. Откуда это все приходит? Что вам снится вообще, Михаил Михайлович? Ну, во-первых, я, как вы догадываюсь, довольно мало сплю, поэтому валюсь куда-то как в темную яму и просыпаюсь. А вообще, конечно, голова довольно сложная, потому что нести те нагрузки, которые нес я в области исследования, было очень тяжело. Иногда было ощущение, как будто я уже чувствую свой мозг как перетрудившуюся мышцу. И вот из-за этого были вот эти чудовищные загулы, потому что я понимал еще немного, и они вынесут этих нагрузок, можно просто, ну, как говорится, сдвинуться с рассудка. Я бросался в машину и мчался в царевич. К Володе Полякову, к Алёше Дмитриевичу, всё, и, конечно, так сказать, вот этим чудовищным загулом, который бил по моим почкам, по моей печени, и бил еще... То есть это загулы не от безделия, а от необходимости снять перенагрузки. От перенагрузки. Знаете, очень интересно писал Синявский, с которым мы когда-то дружили, вот когда он был жив, вернее, до того момента, когда я узнал, что он был завербован в КГБ в «Стукачи». Конечно, после этого многие люди как бы не смогли с ним продолжать ту самую дружбу, которая была в свое время, но он очень интересно писал, интереснейший человек, оригинальнейший ум, он очень интересно писал о проблемах алкоголизма. И он написал, что алкоголь для русского человека это совсем не то, что для западного. Если для француза это пригубить стакан хорошего вина, почувствовать его вкус, то у россиян, у русского человека это прежде всего попытка вырваться за пределы вот этой обыденности или снять вот эти чудовищные перенагрузки, как бывает у интеллигентных людей. Понимаете? Поэтому да, конечно, то, что я сегодня, допустим, те операции, которые я провожу там с пятью, с десятью книгами в радиусе, допустим, трех-четырех часов идет раскладка, потом, ну, если вы видели мои, так сказать, закорма, конечно, я сам вот, когда, когда приехал мой груз из Америки, и, конечно, все пришлось перепутать. Папки, их три тысячи папок, где просто отборные материалы и разобранные. И вот, когда я стал сам снимать этот груз, вот это, создавать эти горы из этих подписанных, значит, там, проблема геометрической абстракции, допустим, там, разреза, забинтованности, там, 800 различных тем, над которыми я работаю. И мне самому где-то первый раз стало страшно. Я потом, боже мой, неужели это я все это разобрал, еще знаю, что в этих папках лежит. Это действительно первый вопрос, когда люди попадают ко мне, они мне всегда спрашивают, американцы, или это западные люди, все там работают, будь здоров, как? Но они всегда спрашивают, а когда вы спите? А когда вы все успеваете? Вот какое-то время метафизическое у меня, ведь я перехожу от одного стола к другому. То есть, фактически, я никогда не бываю вне искусства или вне занятости. То есть, я не мыслю этого. Наверное, так уже создан организм. И плюс ко всему, есть такой небольшой секрет, чисто физиологический, потому что мой отец иногда мог сидеть в седле, вот мать рассказывала, уже казаки кричат, ну, товарищ полковник, ну, поспите, сойдите, он объезжал дивизию. Она говорит, у него красные глаза, тяжелые переходы, и он все равно седьмой день в седле. То есть, не выдерживал никто. А для меня раньше было, допустим, четыре дня работать, на износ буквально все. Я абсолютно не чувствовал усталости. И вот моя семья, вообще моя первая бывшая супруга, там и моя дочка, которая сегодня сама уже взрослая очень серьезный художник, Доротея Михайловна, они уже привыкали, они утром здоровались со мной, там вообще, за столом, мы завтракали, они вставали с кровати, там, мылись, потом уходили, там, в школу, или что-то делать. Потом опять они уходили спать, говорили, спокойной ночи, я продолжал работать. Сейчас, конечно, я не выдерживаю такого немыслимого режима, но в то время, вот это годами длилось, это было абсолютно нормально. Я просто на пятые сутки заставлял самого себя улечься в кровать, потому что я видел, что у меня цвет кожи менялся, я становился очень белым, бледным, то есть видно уже организм не выдерживал. А нормально, вот психика или работоспособность, она не менялась. Я сегодня могу двое суток совершенно спокойно, так сказать, работать, просто не всегда я, так сказать, этим занимаюсь, потому что это все равно нагрузка. Но два дня для меня быть в седле это абсолютно нормально. Чего вы больше всего в жизни боитесь? Есть такое? Ну, прежде всего боюсь быть не человеком. Это самая сложная задача на сегодняшний день. И вот проколы в чисто человеческом плане, а что такое быть, так сказать, человеком? Ну, прежде всего я родился мужчиной, значит, я должен не изменить своему мужскому началу, я должен не быть трусливым, я должен поступать так, как учили мои предки по отношению к близким и к друзьям. И вот нарушить вот эти моменты для меня, допустим, в жизни самое страшное, что я знал многих людей, которые, в общем, когда-то были даже некоторые мои друзья, которые споткнулись. Вот для меня, допустим, это самое страшное, потому что, ну, как вы догадываетесь, я человек не из трусливых, если умудрялся участвовать в различных сложных перипетиях, как, допустим, или дальние заплывы. Я был когда-то человеком, который мог уйти на сутки в море. Это опасная профессия, опасный, вернее, вид спорта. Я занимался спасением пленных, где бы с меня могли в прямом смысле снять шкуру, кожу, потому что мы были с Сарой в самом страшном лагере у самого страшного такого экстремиста, хекматьяра, о котором, может быть, слышали когда-нибудь. Вот, мы перешли нелегально границу. Так что в трусости меня не упрекнешь. А вот страх перед какими-то моментами, которые для меня являются табу, их переступить, вот это для меня действительно страшно. Спасибо. Здесь есть вопрос. Должен ли человек, обладающий такими талантами и столь много времени отдающий творчество и искусство, вообще имеет ли он право заводить семью и любить женщину? Ну, вы знаете, Брюлов сказал когда-то, я никогда не женюсь, когда женился его брат, моя жена это живопись и искусство. В результате он женился, брак был чрезвычайно неудачный и в конце концов он умер, естественно, в одиночестве. Есть браки необычайно плодотворные, допустим, ну, Бах, это гений или нет? Ну, супергений вообще-то, как говорится, Микеланджело музыки. У него была громадная семья, мало того, его сыновья стали великолепными композиторами. То есть, это всё зависит, я думаю, от самого творца. Одних тянет в семейную жизнь, других тянет в чудовищный разгул. Например, Латрех всю жизнь прожил, мягко говоря, сознательную жизнь прожил в бардаке. Тем не менее, гениальный художник умер, естественно, в одиночестве. Но вы женщину ведёте за собой, в принципе, обрекая её на неустроенность, на все повороты собственной жизни, понимаете? Вы знаете, жить со мной сложно, конечно. Жить очень сложно. И, конечно, не каждая женщина смогла бы выдержать тот ритм жизни и ту атмосферу, в которой пребываю, допустим, или пребывал я. Но, во всяком случае, я очень рад, что те женщины, которые были у меня, они всегда были моими верными солдатами. А сегодня вот Сара, которая несёт тяжёлое бремя бытия с Михаилом Шемякиным и несёт её с честью. Сара дослужил до полковника, наверное, уже. Вот. Поэтому я говорю, что я очень всегда горжусь женщинами. Можно вас попросить ещё всё-таки вот несколько слов на путствие в зал? Ну, что можно пожелать? Во-первых, пожелать прежде всего, если вы избрали какую-то профессию. Художник молодой должен понимать, что чем дальше он, допустим, идёт, тем менее он понятен. И тем меньше шансов заработать деньги. Это нормально. Чем вы лучше? А в нашей профессии, чем вы утончённее, допустим, там, живописец, график, вы уходите в какие-то иные миры, тем менее, это нормально совершенно, потому что мы открываем новые горизонты. Мы пророки неизведанного чувства человечества, как сказал Андрей Белый. Поэтому все пророки всегда повиваются камнями. И в своём Отечестве нет пророков. А и, как сказал Высоцкий в песне, «но поведал мне и жалобно, и грустно, пророков нет в Отечестве своём, но и в других Отечествах не густо». Поэтому, понимаете, путь, вот если здесь кто-то спрашивает меня о пути художника, он очень тяжёлый и очень сложный. Вы должны прежде всего понимать, что без творчества вы не можете жить. Вот тогда, так сказать, вообще можно выходить на этот путь. Мы работали грузчиками, я просто понимал, что я не могу жить без искусства. Вот мой ответ. АПЛОДИТМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok